Тема нашей пресс-конференции предстоящая сессия городского совета, где планируется все-таки признать с пятой подачи Россию агрессорам. Вторая часть нашей пресс-конференции это закрытость работы коммунальных предприятий Харькова и состояние уголовных дел, возбужденных против должностных лиц этих же коммунальных предприятий. У нас Дмитрий Маринин, депутат Харьковского городского совета, Татьяна Пасына, активист громадки сектора Евромайдан и Валентин Басриченко, громадка Варка Харьков. Дмитрий Маринин о первой части и немного о второй части нашей пресс-конференции. Можно я сразу попрошу, наверное, поменять вопросы местами, потому что я думаю, что вопрос о сессии и Россия агрессора, это вопрос более важный, мы его давайте оставим на запуске, потому что... Давайте, как купить, для приоритета рассматривать. Сначала, да, я предлагаю все-таки начать, наверное, о том, как сегодня работают наши коммунальные предприятия, которые я не единожды называл, но продолжаю называть запятыми инвестиционерными обществами в городе Харькове. Они подтверждают это тем, что сегодня мной были отправлены на 65 существующих коммунальных предприятий, были направлены депутатские закосы, где я попросил финансовую отчетность предприятий, чтобы они показали нам, куда же все-таки деньги громады сегодня тратятся. Я, как депутат городского совета, на меня возложена обязанность информировать избирателей о работе местных советов. Я являюсь, получается, как соучредителем вместе с вами всех этих коммунальных предприятий. Поэтому, как депутат, как представитель громады Харьковской, я имею право знать, куда тратятся деньги громады, которые получают сегодня предприятия из бюджета, которые они зарабатывают, и куда они на самом деле их тратят. В итоге, результат ответов на 8 июля. Письменно отказали о предоставлении информации. 34 предприятия, не отреагировали 19. Все сроки уже вышли, и поэтому я был вынужден написать соответствующее обращение к начальнику городской милиции о том, чтобы по статье 351, часть 1, было возбуждено уголовное производство в отношении тех должностных лиц коммунальных предприятий, которые на сегодняшний день нарушили закон Украины. Это звучит невыконание службовой особой законных вымог народного депутата Украины та депутата Месцевой Рады. Створены штучных перешкод в их работе, наданя им завидомо неправдивой информации. В связи с этим, сегодня по моему запросу будут возбуждены уголовные дела, и начнутся следственные действия. Также хочу довести до территориальной громады, что сегодня, наверное, многие слышали, что возбуждено очень большое количество уже уголовных производств по коммунальным предприятиям, таким, допустим, одиозным, как коммунальное предприятие Жилкомсервис. Все знают о аресте директора этого коммунального предприятия, его главного бухгалтера. Следствие продолжается. Сегодня уже привлечены к ответственности еще должностные лица данного предприятия, мне известно. Следствие это ведется главным управлением Министерства внутренних дел в Киеве. Мы совместно работаем сегодня, и работаем мы на результат, чтобы не просто объявлялось сегодня, что вот, возбуждено уголовное производство, и дальше молчим. Дальше мы ведем все, точнее не мы, а органы внутренних дел ведут все мероприятия, которые на сегодняшний день покажут харьковчанам и Харькову истинное лицо, истинную работу мэра-хозяйственника в кавычках по фамиле Кермос и его предприятий. Ну, также парк имени Горького, наконец-то, не с первой попытки, но вручена педозра директору этого парка. Коммунальное предприятие, Дорремстрой, тепловые сети, водоканал. Предприятие, есть такое КВБО еще одно коммунальное, которое занимается вывозом мусора. Так вот, когда начали расследование, то появился, обнаружился очень интересный факт. За 2014 год данное коммунальное предприятие купило топливо на 66 миллионов у гражданки 1938 года, которая проживает в Германии и не пересекала границы за это время. Данная гражданка является мамой одного из депутатов Харьковского городского совета партии регионов. Чтобы его не рекламировать, я его фамилию называть пока не буду. Но могу сказать, что таких переплетений и таких коррупционных паутин настолько много сегодня, что я думаю, что будет дальше и дальше интереснее, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Но дрова мы должны понимать, чтобы они были сухими и реально мы покажем харьковчанам сегодня, как же тратятся их деньги, откуда же появляются лавочки в Тридорога, откуда же появляются детские площадки спортивные. И кому они на самом деле и за что платили квартирную плату. Ну и в заключение по коммунальным предприятиям хотел бы сказать, что очень много, вот я здесь вижу представителей зоозащитных организаций, очень много жалоб, у меня наверное даже не десятки, а уже несколько десятков жалоб на коммунальное предприятие Центр обращения с животными, которое я тоже называю уже совершенно по-другому, его настоящее название это живодерня в моем понимании. Сегодня возбуждено уголовное производство, криминальное проваджение, вот оно, я его получил вчера, по статье 299-й жестокое обращение с животными. Возбуждено оно в отношении должностных лиц данного предприятия, которые, скажем так, мягко говоря, превратили это предприятие не в Центр обращения с животными, а в Центр издевательства над животными. Ну вот в принципе пока по коммунальным предприятиям у меня все. Коллеги, пожалуйста. Хочется немножко добавить по теме деревьев, да, там, животных, нормально? Ближе. Это продолжая тему закрытости. Да, закрытости коммунальных предприятий, вот. Все очень просто. Кто думает, что все это у нас не касается, да, то что было названо, да, например, коммунальное предприятие Дор-Рем-Строй, оно одно из тех коммунальных предприятий, которые сейчас в городе режут деревья. Вдумайтесь, Дор-Рем-Строй, да, который отвечает за дороги, кто автомобилист, он прекрасно понимает, какого уровня у нас дороги в Харькове, да, вот. Они вырезают деревья, это одни из тех контор, кто им занимается. Три дня подряд уже, да, это то, что мы фиксируем. Вырезаются зеленые насаждения, я вот акцентирован в моменте внимания, вырезаются зеленые насаждения без каких-либо документов. Вообще абсолютно, нет ни актов, ничего. Когда люди пытаются пройти на территорию, там, какие-то коммунальные предприятия, да, попасть к начальникам, пример, там, у Нехорошков, да, Роман, вот, он испугался и не приехал к нам, когда мы были в его кабинете. Пройти тут, на самом деле, нереально, там, кодовые замки, да, вот, причем замки нет с нескольких уравнений. Можно, собственно, уточнить цель визита? Цель визита была очень простая, понять, почему. Цель визита была простая, почему вырезаются зеленые насаждения. То, что делают депутаты, да, по своей линии, громада делает по своей линии, да, вот, и мы поддерживаем друг друга. Вот, второй пример, вот сейчас прямо в здании Газпрома, в экологической службе, да, вот, просто зайдите в журналист, посмотрите, сфотографируйте, да, какие там двери, вот, чтобы люди зашли. Тут не такие двери, как здесь, да, вот, пластиковые, там бронированная металлическая дверь. Так просто туда не зайдешь, да, с ключом. То есть, чтобы нас тут опустили, ну, короче, это там, это была отдельная детективная история. Это снова же по этим деревьям. Это снова же вопрос деревьев. И более того, я вам скажу, не факт, что сейчас, как бы, вот, в данный момент, когда мы с вами разговариваем, не факт, что где-то их не режут, да. Да, возникает третий момент, да, вот, там, это такие же, как говорит Дмитрий, да, совпадения с бабушкой, которая, как, 38-го года, да, как говорит известный журналист, совпадения не думал, да. Вот, все очень интересно. Есть несколько пунктов. Срез одного дерева бюджетный, да, срез где-то 8 тысяч гривен. Да, мы сейчас эту информацию проверяем, но вот 8 тысяч гривен выделяется на срез одного дерева. Куда эти деревья потом увозятся, древесина, непонятно, да. Люди, которые работают, непонятно вообще на кого не работают. Они, вроде, бюджетные работники, да, вот, но в то же время они работают в каких-то подложных фирмах. То есть, понимаете, и этим фирмам государство платит деньги. То есть, на самом деле, схем очень много. И сейчас, вот, как это открыть? Мы пытаемся каким-то образом зайти, да, вот в эти помещения, вот, но люди неадекватно реагируют. Они реально не служат людям, понимаете? Мы, когда приходим, спрашиваем, ну, реакция неадекватная. Может, Таню что-то добавили, я не знаю, там, по деревьям. Ну, так, кроме, ну, то, что хотел Валентин, да, сказать. Хотела добавить, что это коррупционная схема, да, которая действует везде. В кабинете, когда были у Нехорошкова, который сбежал, да, от своей громады, были найдены документы, что выделено 9 миллионов на спил сухостоя, сухих аварийных деревьев. Мы прекрасно все видим, что в Харькове аварийные сухие деревья все остаются на своих местах, да, что спиливают живые, сделеные. А под эти сухие снова и снова выписываются поддельные акты. И на основании этих актов, да, которые выписываются на поврежденные деревья, приезжают и выпиливают, уничтожают просто зеленые. И это отмывание денег. То, что там работают непрофессионалы, да, которые, кроме того, что непрофессионально ухаживают за деревьями, облагораживают, они еще кидаются на людей, не угрожают, кидаются на людей с пилами. То есть они ведут себя неадекватно. Эти люди все в нетрезвом состоянии. Поэтому сейчас поданные заявления, возбуждены уголовные дела, по которым дальше мы будем продолжать работать. Это вопрос не только экологии, а вопрос охраны труда. Да, да, да. И вот того же эколога Котенко вчера привезли, да, он приехал на место, где он подписывал акты на спил поврежденных деревьев. Его привезли, показали деревья, которые спилили и попросили дать его оценку, чтобы он объяснил, на каком основании он подписал эти акты и какие деревья должны быть спилены. Он этого сделать не смог. То есть, это эколог, то есть он ставит свои подписи в актах от комиссии, которая должна обследовать. Понятно, на место обследования никто не выезжает. Просто… Вы понимали, сегодня утром, когда мы зашли в его кабинет, да, вот там, более 30 человек было, да, вот, лежала такая пачка актов, да, где-то он корректирован, что подмазывает, где-то подписывает. Как только мы зашли, он сразу начал все это прятать. Понимаете, то есть все таким образом происходит. Кто думал, что сейчас идет, ну вот, я понимаю, что возможно, да, вот, наряду с тем, что большинство из присутствующих, да, вот, или там, те, кто смотрит там онлайн-трансляцию, они ездят постоянно на войну, они видят, что сейчас идет война. Наша война идет здесь, да, вот. И на самом деле все это коррупционные схемы Кернеса. Понимаете, и в чем еще самый главный нюанс? Режут деревья, да, без документов, да, убивают животных, да, тоже без документов, живодерни, да, точно так же, если люди не отреагируют, да, вот, это ответственность каждого из нас. Скоро начнут стрелять в нас. Это будет абсолютно нормально. И нам угрозы уже поступают, понимаете? Ну, вот, вот таким вот образом. Ну, и мы будем однозначно делать, у нас уже материалов достаточно накопилось, да, вот, по этим всем. Мы будем делать отдельную пресс-конференцию, да, посвященную деревьям, да, вот, и тому, что происходит в городе. Выпилу и зеленых насаждений в центре. Я деревьям добавлю. Я раз уже разговор за деревья зашел, тема очень, на самом деле, серьезная. Наверняка здесь присутствующие знают, что на, по-моему, на этой неделе, если мне не изменяет память, сломалась ветка дерева, сидела 36 или 38-летняя девушка, гуляла с ребенком, только что родившимся, двухнедельным, в центре города, Есенина 9, падает ветка, отламывается у дерева, и она, эта девчонка, ну, материнские чувства, она закрывает с собой коляску, накрывает ее эта ветка, значит, у нее проломлен череп, у нее в нескольких местах компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится в четвертой неотложке. И я сразу же смотрю комментарии таких подонков, как нехорошков, и ему подобные. Когда задушил лифт мальчика, они сказали, что он психически неуравновешенный. Когда девочка выпала из незастекленного окна, они свалили вину на ее родственников. Сегодня они хотят сделать виноватыми горожан, которые якобы к ним не обращались. Поэтому, благодаря сегодня вот общественности, которая есть в городе Харькове, представителям громадской варты, я подключусь вместе с ними, и мы действительно доведем до конца и проконтролируем, вот то сегодня, сегодня есть уголовное производство, сегодня изъята даже эта ветка с места, которая чуть не убила девочку. И я вам обещаю всем здесь присутствующим, что все вот эти уголовные дела, которых уже очень огромный список. Мы их будем не просто, знаете, оглашать, мы их будем контролировать, и слава Богу, что сегодня у нас есть с милицией, с прокуратурой в данном случае понимание, и они с нами делятся информацией, мы можем ее получать, то есть имеем обратную информацию. Вопрос. Судьба тех коммунальных трагедий, которые с мальчиком, с выпавшей девочкой, вы контролируете их? На каком они? Да, значит, по мальчику, по лифту. Значит, возбуждено уголовное производство на предприятие, которое, кстати, вдруг стало обслуживать лифты в 9 из 6 районов, ой, в 6 из 9 районах. Это ПСМП 753, которое связано с довольно известным депутатом Мусеевым. Значит, сегодня ведется экспертиза, но я сразу предупредил начальника милиции, что если эту экспертизу ведет институт Бакариуса, то нам от нее, от этой экспертизы ждать ничего, ну, нет смысла. Поэтому, если эта экспертиза скажет, что там все нормально, то мы будем назначать обязательно экспертизу либо в Киеве, либо в другом, любом городе Украины. Можно ли это делать параллельно сейчас? Пока нет. Пока нет. Пусть будет сейчас дана эта экспертиза. Мы, я скажу сразу, мы знаем, я проконсультировался со специалистами предприятия, одного из предприятий. Не могу сейчас назвать какого и каким специалистом, потому что, ну, это чисто, это, знаете, так, тайны следствия, я не могу разглашать. Но знаю о том, что долго на этом лифте не проводилось техническое обслуживание. И усилия рейки, так называемые, которые, когда они, когда двери встречают препятствия, это усилие должно быть 3-3,5 килограмма. Оно было более 30. И поэтому этого бедного мальчика зажало, они должны были встретить усилие и разойтись эти двери. Они его зажали и задушили. Поэтому об этом мы знаем. Если кто-то нам будет рассказывать другое, то мы, значит, будем предпринимать соответствующие действия. Снова же надо обморудовать все эти факты, потому что закрытость этих предприятий мы никогда не узнаем правды. Я предлагаю сейчас кратенько рассказать о предстоящей сессии и перейти к вопросам. Дима, если можно, Россия Агресса, что? Мы сейчас закроем сейчас вторую часть нашей пресс-конференции и все вопросы по теме и не по теме к нашим спикерам. Ну, смотрите, внеочередная сессия, о ней я узнал в пятницу, прошлую пятницу. Мне позвонили, сказали, что сессия будет 15-го числа, внеочередная. У меня сразу реакция. Повестка дня. Повестки нет. В понедельник мне звонят и говорят, что сессия вдруг перенесена на 10-е число. Я опять задаю вопрос. Повестка дня. Повестки нет. Повестка дня. Вчера я узнавал в своей комиссии. Повестки дня еще не было. Я не случайно и интересовался, потому что я примерно понимал, какие вопросы должны были туда выноситься. И вдруг она появляется. Она появилась сегодня. Вот она, мне ее распечатали мои помощники. Значит, и в этой повестке четвертым вопросом появился вопрос о рассмотрении и обращении председателя Харьковской областной государственной администрации. Что это за обращение? Никто даже не написал, что за обращение. То есть здесь, знаете, все общие фразы. Вот даже любой харьковчанин, член территориальной громады, если захочет что-то узнать, он никогда не узнает. Все общие фразы. Повестка дня ни о чем. Но мы-то с вами знаем, что это за обращение председателя Харьковской областной администрации. Это обращение председателя областной администрации раненых, господину Кернесу, О том, что сегодня идет война, и о том, что сегодня гибнут украинцы. И война эта идет понятно с кем, да? С Российской Федерации. Вот оно, это письмо обращения губернатора к Кернесу. И в этом обращении губернатор настойчиво просит Кернеса собрать внеочередную сессию и на этой сессии рассмотреть вопрос о поддержании постановления Верховной Рады 27 января, обращения к Европейским институтам и правительствам стран мира, о признании России государством Агрессором. И вдруг собирается сессия. Я могу для информации сказать следующее. Я два раза на сессии. 24 февраля и последняя, останняя сессия, 40-я, была 24 июня. Правильно? Правильно, да. Вот на двух этих сессиях я выносил вопрос и подавал за 4 месяца свой проект решения, который абсолютно идентичный тому проекту решения, которые планируются для принятия сегодня Харьковским городским советом. Два моих письменных обращения были, естественно, мне было отказано по надуманным абсолютно причинам. Якобы я должен этот проект решения сам согласовывать. В ответ я задавал секретарю Горсовета, зачем же мы кормим секретаря, а для чего он существует в Горсовете? Ведь именно он должен согласовывать это, заслушиваться на комиссиях. То есть получается, что это примерно пятый раз, этот вопрос... Получается, что это будет вынесено пятый раз. И знаете как, вот я сегодня еще раз просто убеждаюсь о том, какой же все-таки Кернес конъюнктурщик и приспособленец. Потому что когда предлагают Маринин, они это даже не рассматривают. Но один раз они проголосовали за вынесение или не вынесение этого вопроса. Сегодня, я так понимаю, господин Кернес делает попытку договориться. Потому что он знает, что его суд все больше и больше близится к развязке. Как бы они там его не затягивали. Дальше оттягивание. Да, да. Дальше оттягивание невозможно, что нужно принимать решение. И я чувствую, что Кернес сегодня начнет договариваться со всеми. Он готов договариваться хоть с чертом. Для Кернеса главное спасти свою шкуру и спасти наворованное у харьковчан. Сегодня для него потерять должность харьковского городского головы подобно смерти. Потому что, первое, если туда придут настоящие патриоты и действительно честные люди и проведут там аудит, то весь город уже снется. Мы уже начали это делать. И я вам скажу, что цифры такие, что можно за голову бросить. По поверхностным признакам. Да, да. Даже по поверхностным признакам. Второе, вы знаете, блатная жизнь, она же нелегкая. И то, что Кернес является здесь смотрящим, это ни для кого не секрет. И если этот смотрящий потеряет свое влияние, то он не будет нужен своим боссам. А вы, наверное, догадываетесь, что делают с теми, кто уже не нужны, в ком не заинтересован. В блатном мире. Ну так, по фильмам, наверное, смотрите. А у них это жизнь. Я все, закончил, спасибо. Может добавят... Кратенько про внос на завтрашнюю сессию от вас. Ну, смотрите, я так понимаю, я уже, знаете, так стал немножко каким-то... Я не называю себя политологом, но я наблюдаю за всеми этими действиями. Вижу о том, что на последней сессии была организована новая депутатская группа Ведроджини. Я эту группу называю Коломойский хомутынник. И могу еще провести параллель Кернес. Сегодня я вижу о том, что эти ребята будут пытаться, наверное, из этой группы сделать патриотов. И она будет голосовать однозначно за это решение. Кто-то из них выступит. Это мои предположения. И, естественно, коль уж этот вопрос вынесен, то я думаю, что он будет проголосован. Но самое главное для нас и для меня лично, что... И для громады тоже. Что все-таки, если этот вопрос будет проголосован, то это будет наша общая победа. Потому что то, за что мы бились, мы все-таки получим. Сегодня практически все областные центры, практически все городские советы признали Россию агрессором. Сегодня остался только один Харьковский городской совет. Вот мы и посмотрим. Но я могу единственное сказать вам честно, завтра я потребую поименного голосования. Для того, чтобы каждый харьковчанин увидел, кто голосовал за, а кто против. А потом уже будем, как говорится, посмотреть. Спасибо. Да, ну и приглашаем всех-всех-всех гражданских активистов, всех небезразличных людей. Завтра 12 с начала, да? Да. Ну вот в 11 часов мы уже можем быть там. И встречать депутатов, просто напоминать им, что мы внимательно смотрим за их действиями. И почему это важно, я думаю, каждому так это понятно. Потому что это информационный повод в очередной раз расставить все точки над «и». Вот посмотреть, кто есть кто. Ну в 11 часов завтра возле мэрии ждем всех желающих. Вот, ну а так, я так понимаю, что в любом случае, рано или поздно, да, этот вопрос будет проголосован, да, вот, завтра или там в любой другой день. Вот, ну все только начинается. Потому что, вот, судя по тому, что сейчас только начинают копать по работе мэрии, да, вот, ну там еще не почетный край. Я так понимаю, что серия каких-то громких процессов, да, вот, и громких, ну скажем так, арестов, да, вот, она только начинается. Вот, да, вот это только, только, только начало. Вот, и все. Да, перейдем к вопросам тогда. Есть Юрий Леходов. Ну у меня в первую очередь к вам, Юрий Леходович, вопрос. Вот как депутат? Вот мы, ну мы, ну мы, я тоже присутствовал при всех этих попытках голосования. То есть я слышал, как некоторые депутаты там, тот же Лесик там с пеной вот так кричал, что это и хунта киевская, и что у нас нет ни врагов, ничего. То есть как бы, и вот, с одной стороны, мне хотелось бы посмотреть в их глаза, с какими глазами они будут голосовать, потому что мы понимаем, что идет договорняк. Все видят, что в последнее время седьмого канала не сходят ролики про красивого и нарядного Райнина. То есть, естественно, это, ну, жесткий договорняк, я так понимаю, идет. И мы, вот, смотреть, вот, Валития, ты призываешь всем прийти туда в 11 часов, то есть, как бы, посмотреть, ну что мы не видели? Мы что, не видели этот статус, который проголосует, собственно говоря, за свое усихновение. Помните, да, когда они проголосовали, чтобы их было не сто, а пятьдесят, молча, по приказу ГЕП, и никто не смог, не смел голосовать. А, вот, как вы, да, извиняюсь. То есть, как, вот, вы, то есть, лично я, вот, считаю, что, ну, я бы, вот, это вообще мероприятие игнорировал, ну, потому что это просто цирк, это просто фарс. Вот, ваше отношение, и как вы, вот, прокомментируете, вот, голосование тех же, там, Цепульни, кто там перепелица, то есть, ну, те, которые, вот, с пены вот та доказывали, вот, что у нас Россия брат, друг, а в Киеве... Я скажу вам так, я депутат Ворсовета, который инициировал этот вопрос четырежды. Как я могу его игнорировать? Это тот вопрос, о котором показывали российские каналы про меня, о том, что я поднимаю бучу в Харькове, а Кернес ее улаживает, всю ситуацию. Поэтому сегодня я хочу вам сказать одно, мы просто обязаны туда прийти, мы сегодня просто обязаны туда, там, потребовать поименного голосования, я это сделаю, это первое. Второе, о договорнике. Для меня сегодня, честно говоря, я благодарен Райнину за то, что он мне, депутату Горсовета, помог, как губернатор, зная о том, что господин Кернес был и будет конъюнктурщиком, и что он, испугавшись, будет это делать. А все остальное, о чем они там договариваются или не договариваются, мне абсолютно все равно. С нами, с общественностью договориться ему однозначно не получится. Не купить, не запугать нас не получится. Я ему уже говорил об этом на сессии. И то, что они там шлют смс-ки и какие-то там строят себе планы, я могу ему сказать Кернесу только одно. Если Кернес хочет, чтобы его гостиница «Националь» жила только его охрана, а не его постояльцы, то пусть он продолжает в том же духе. Валик, действительно ли нужно игнорировать запрошенные сессии? Я считаю, что нет. Необходимо это прийти. И для чего? Я понимаю, что важно расставлять точки до конца. Мы какой-то процесс начали, нужно его довести до логического конца, чтобы все увидели. В пятый раз, хорошо, в пятый раз, в шестой, в шестой. Но рано или поздно количество перерастает в качестве. И поэтому важно там быть. И поэтому важно. Вы помните, Юр, ты помнишь, как мы в первый раз брали штурма мэрию, когда нас туда не пускали. И в итоге люди там все проходят спокойно. То есть, никаких вопросов нет. И это победа. То есть, это потихоньку, потихоньку уходят от авторитарного режима, который был у Харьер. Ну, я это вижу таким образом. Ваш вопрос, сейчас, коротко, Ваш вопрос, да, и... Меня зовут Виктор Трубчанов. У меня вопрос к Дмитрию Мариеву. Дима вопрос. Как могут горожане, обычные люди, простые граждане, реировать на таких случаев близких диверий? Ну, например. То есть, вот режем диверий, а по ему два лет. Я являюсь с ребеночком, с женой. Что мне делать? Потому что мы услышали много чего. Ну, а на каждую акцию должна быть какая-то реакция людей, которые там проживают. Кому звонить? Вам? Активистам? Может быть, ауму всех, ауму всех, ауму всех. Что нам надо делать? Что ты говоришь? Знаете, по поводу того, что происходит сегодня в Горсовете, то, что они, тот беспредел, который они сегодня творят, я абсолютно согласен сегодня с громадской вартой, которая взяла это направление и как бы его курирует, да, так как может. Они правильно сегодня делают. Сегодня с городским советом мы не можем, извините, работать везде по закону, потому что они его закон везде нарушают. Они даже мне не отвечают. И не вы, не даже я как депутат, мы не можем получить информации сегодня, где, кто и что будет пилить и как. Ну, и знаем, что только они пилят бюджет и все. Поэтому я всегда говорил и говорю, я для всех открытый. Мой телефон всегда, я беру трубку, независимо от того, знаю я номер телефона или нет. Ребята есть. Мы друг с другом никогда не договариваемся. Мы работаем каждый на своем направлении. Если у нас направления совпадают, мы работаем совместно. Вот получилось так, в Полтаве раз встретились, приехали вместе в Полтаву посмотреть на клоунаду Ге-Пайко. Поэтому сегодня ситуация такова. Только звонок и, как говорят, в ручном управлении. По-другому у нас не получится. Механизмы бороться с этим следием не существует. Есть, есть. Мы сейчас озвучим. А, ну, сейчас вот расскажут, ребята. Вот мы о ней больше... Воздух, почему мы доведем до, извините, до большинства жителей в нашем полу. Доведем обязательно. Давайте вот то, что мы понимаем на данный момент. Пункт первый. Вот вы проходите по улице, да, вы видите, что происходит, вот, неважно, что, например, там, спилка, или там, кранация, да, вот, или обрезка ветвей. Вы подходите, да, вот, и спрашиваете документы. Желательно все это делать с включенной камерой, сразу уже, да, вот. Вы подходите и спрашиваете, какие документы есть на проведение работы, да, вот. Там должен быть акция, определенный количественный печати, да, все, как бы, всю схему, так как это необходимо делать, мы просто на более расширенной предконференции вам изложим. Но по пунктам. Первое. Подходите. С включенным, еще раз повторяю, с включенной камерой. Почему? Потому что, когда подходит один человек обычно, да, там 5-6 мордоворотов, да, вот, есть бухи реально, да, вот, пьяные, которые вообще просто себя не контролируют. Вот, и очень важно, чтобы фиксировать эти моменты, потому что вот присутствуют женщины, да, на которых нападали, реально нападали. С пилами. С пилами, то есть с работающей пилой. Поэтому подходите, спрашиваете, акт на выполнение работы. Если акт не показывает, то вы вызываете милицию. Кроме того, мы сейчас дадим свой телефон и будем на постоянной связи, да, вот. Два пункта. Первый. Вы подходите, спрашиваете акт, документы, кто ответственный за выполнение работы, кто несет ответственность за то, что сейчас происходит. Да, вот, если они показывают документы, фотографируете его. Скорее всего, это подложенный документ, потому что они подписывают сейчас документы, какие попали, там, 13-го года, 14-го. Второй пункт. Вы вызывайте обязательно милицию, если что-то происходит не так, да, и говорите, что происходит. Сейчас создана специальная комиссия, да, вот, и открыто уголовное дело в рамках уничтожения зеленых насаждений. И все это плюсуется туда, да. И рано или поздно сядет кто-нибудь. Или нехорошка, да, вот, тот человек, который несет ответственность. Вот. И третий пункт. Вы звоните нам. Все. Пока вот такой механизм. И на самом деле, тут же дело не в том... В соцсети, в фейсбуке. В фейсбук сейчас мы оставим телефон, да, вот там Таня ставит, или телефон после контакта. В фейсбуке есть, у меня телефон есть. Да. Мы вообще сходим о гражданах. Кстати, о гражданах. То есть, я сам тоже активная личность, у меня это все знают. Наверняка, сдать их зовут. Я говорю по людям, которые спрашивают. Мне тоже звонят за детей. Там режут деревья, там только слой, там вода течет, там вообще что-то раскопали, там балкон падает и так далее. То есть, как реагировать гражданам, простым гражданам. Да. Как реагировать простым гражданам? Давайте делаем туда таким вопросом. Свините уже, может, с камерой, с ребенком, пострадите, бухим этим бензописчиком. Да, да, да. Смотрите, другого варианта формировать гражданское общество нету. Понимаете, нету. Или мы будем активными, да, вот, иммунизмом, ответственности, все, что происходит. Или там мы просто сидим, как бы, и мы работаем, и сверху, и так далее. Смотрите, давайте сделаем так, таким образом, конструктив. Сегодня вечером, да, вот, я думаю, что там после, ну, после 8 вечера, сегодня на громадской варте, да, вот, фейсбук контакт, будет четкий алгоритм действия любого человека, да, когда он видит какое-то нарушение, да, вот, с выложенным телефоном. Давайте еще, еще предъявим, чтобы вы не тянули, как бы, да, вот, там, одеяло на громадскую варту, да, вот, на себя только. Во всем этом участвуют, я просто расскажу, и это уже не держат, наверное, год-десятый. Зеленый фронт, да, вот, Зеленье, Печернеге, да, вот, громадское формование Схидный корпус, да, вот, Харьковская хунта, да, вот, и все остальные, да, вот, поэтому много ребят, на самом деле, поддержат автомайдан Харьковский, да, много людей это все поддерживает, поймите. Поэтому, давайте, с нас, да, вот, что будет, четкий алгоритм действия, да, вот, сегодня вечером, фейсбук контакта, громадское варта Харьков, вот, а все остальное. А, да, 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 а вы помогите, пожалуйста, всю эту информацию распространить. Да, сейчас у нас один, два, пишите, пожалуйста. Александр Капликович, Моральная инициатива. Дмитрий, а вот, какое обвинение или подозрение предприявлено Яковлеву, и кто истит? Значит, уголовное производство возбуждено по части 5 статьи 191, это хищение в особо крупных размерах группой лиц по сговору с использованием служебного положения. Возбуждено это уголовное производство было еще в конце октября, в начале ноября 2014 года по моему депутатскому запросу. После того, как несколько человек, харьковчан, ко мне обратились, я подал такой депутатский запрос, начались, ну, было внесено это уголовное производство в ЕРДР, начались следственные действия. Но тогда, на тот момент, все тормознулось на судах. Харьковские суды пока еще, к сожалению, к нашему большому, это все пока еще а-ля ГЕПа. И поэтому было принято решение, правильное решение, единственное, и сегодня некоторые дела забрали в Киев, и оно идет в следственном управлении города Киева, прямо в Министерстве внутренних дел. И возбуждено уголовное дело похищение суммы, там, по-моему, 10 миллионов 300, но хочу еще раз повториться, что сумма 10 миллионов 300, это просто капля в том море, которая на самом деле денег, которые сегодня выведены из карманов жильцов в качестве квартирной платы. Сегодня эта сумма исчисляется порядка 600 миллионов гривен. Поэтому я и говорил с следователями, и говорю сейчас, говорил на телевидении, кто тут присутствует, что следователям работы еще очень и очень много. Надо искать остальные 590. Так, еще вопрос, и вашим заключительным вопросом закрываем наш признаки. Александр Абрамов, отмирайте, если есть день рождения. Спасибо. Вопрос, вы сказали, что вы не политолог или что-то такое, но все равно вам, как депутату городского совета, деваться в политике совершенно некуда. Признание России странной агрессором, особенно в прифронтовых областях, таких как Харьков, всегда вызывает обострение социальной остановки, напряжения. 27 января, в почту, Верховная Рада признала нашу Верховную Раду, да, высший проконавательный орган государства. Не проще ли было бы, например, вам, вот как депутатов, разработать, не конкретно обращаться каждый раз к Чернесу, который по каким-то там причинам постоянно снимает вопрос голосования. Разработать законопроект, в котором мы, например, Украина, вступает в Евросоюз, да, есть резолюция. Эту резолюцию по одной подписывают все страны. Не проще ли было бы, чтобы снять просто социальное напряжение в этом вопросе, разработать одну общую резолюцию для всех уровней наших избранников, городских, областных, радов, и потихонечку подписывать без какого-либо социального напряжения общества? Как вы думаете? Ну, во-первых, спасибо за поздравление. Второе, скажу вам сразу, вот можно разработать любую резолюцию, можно ее начать подписывать. Я вам могу сказать, что я после того, как вернулся с так называемого побега, эмиграции вынужденной, я начал сразу быстро работать и встречаться с депутатами Горсовета всех направлений, всех партий. Во-первых, я хочу сказать, что депутат Горсовета сегодня, в моем понимании, не должен быть политиком. Сегодня в Горсовете должны быть как в депутатском корпусе, так и в исполнительной власти исключительно хозяйственные люди, которые понимают в городском хозяйстве, а не в политике. Но, коль уж мы говорим об этом, то я вам могу сказать, сегодня для меня обратиться к депутату партии регионов вот с той же резолюции, про которую вы говорите, это все равно, что прийти сразу и обратиться к Гернусу. Поэтому сегодня я продолжаю подтверждать слова о том, что пока в Харьковском Горсовете большинство представляет стадо испуганных овец, которых пасет один пастух. И пока это будет продолжаться, никакие резолюции я здесь не протащу. А все остальное, что должно быть, это должны делать законодатели нашей Верховной Рады. А мы всего лишь навсего делаем проект решения о поддержании решения Верховной Рады. Поддержание. То, что мы поддерживаем сегодня, наш законодательный орган страны, о том, что действительно мы говорим, что мы сегодня воюем со страной. Почему мы боимся это признать? Я, русский человек, об этом говорю. Я, видите, даже на «Г» говорю. Я, русский человек, говорю вам о том, что я настаиваю о признании России государством Агресса. Поэтому вот только такой ответ может быть. Еще один вопрос, и мы закрываем. Добрый день, Кирилла Алина. Дмитрий Алексеевич, вопрос к вам. В случае, если не будет принято положительное решение по данному вопросу, может быть, все-таки стоит попробовать выйти на путь компромисса, диалога, тергромады с властью, включить политическую мудрость, понимание? Слушайте, время толерантных, вот извините, я, конечно, отклинилась, но время толерантных разговоров уже пройдено. Вот реально, вы вспомните, да нет, ну погоди, вы вспомните, что происходило полтора года назад, реально? Люди, вот просто, вот давайте, о чем вы сейчас разговариваете? Полтора года назад, во время Майдана, когда стоило Майдан в Харькове, понимаете, люди на территории Украины, с флагом Украины, они избивались. Это нормально или нет? И все это было, их вывозили, этих тетушек, на коммунальных автобусах. О чем вы говорите? Какая толерантность? И с кем договариваться? Какая политическая мудрость? Политическая мудрость может быть одна, понимаете? Кто пришел на нашу землю с мечом, тот мечает погибнет. Вот вокруг вас фотографии парней, один из них погиб. О чем мы сейчас говорим? Это лицемерие, понимаете, или какой-то, я не знаю, что мы сейчас говорим. И все-таки может именно в этом решение того политического кризиса, социального, экономического, который сложился в нашей стране? Решение только одно, социально-экономического кризиса, понимаете? Вот серьезно, я тут же раньше думал, что мало бы толерантных и так далее. Время от толерантности, оно уже прошло, понимаете, или нет? Вот смотрите, я вам скажу простой момент. Нет, время от толерантности, оно не наступает, не наступит. Я объясню почему. Мы не можем мириться с тем, что происходит не по совести, понимаете? Вот реально, вы хотите, давайте я знал вам простой вопрос, к журналисту. Вы журналисты, правильно понимаю, да? Вы какие-то прямые, острые вопросы Геннадию Кернову основали или нет? Да, нет. У меня сложилась проблема. Скорее всего нет, а я объясню почему. Человек готов к компромиссу. Человек готов к компромиссу. Одевает юрную с клеточку, потом синю-желтую, потом любую. Ему все равно. Давайте, Валя, извини, я отвечу. Смотрите, вы предлагаете мне, человеку, который, извините за выражение, помните, когда Кернес отпустил, извините, подсрачник Руденко, волшебный. Теперь он стал... Вот я таким, как он, отпускал, когда он был низовым, а я был милиционером. И вы хотите, чтобы я с этим бандитом о чем-то договаривался? Вы хотите, чтобы я... Я помню ваш звонок, вы мне предлагали. Вы хотите, чтобы я договорился с тем, который стоял с русскими флагами 1 марта под обл. администрацией. Потом уехал оттуда, и обл. администрация была захвачена. Люди, которые патриоты украинские, были избиты. Вы думаете, по чьей команде это было сделано? И все это мы еще сегодня не забыли. И мы все это будем напоминать сегодня генеральному прокурору, президенту, министру внутренних дел. То, что он пытается сегодня петлять, мы об этом знаем. Мы знаем, с кем он договаривается. Мы знаем, что он предпринимает. Поверьте мне. Но никогда мы, ни они, ни я, не будем договариваться с Уркой. Потому что с Уркой договариваться нельзя. Извините, но агрессия вызывает в ответ только агрессию. И мирным оставит никогда? Вопрос не в агрессии. Вы не знаете Кернеса. Поверьте мне, я знаю Кернеса очень давно. С 80-х годов. Поэтому давайте, вот вы молодая девушка. Смотрите, вот он может быть добрый, она может быть добрая. Я могу быть добрый, толерант. Но запомните, если Кернес добрый, значит он затаился. Поэтому я вам еще раз повторяю. Никогда не играйте в карты с шулером. Он вам улыбнется. Он с вами может быть договориться. Но поверьте мне, вы развернетесь. И у вас трянет нож в спину. Спасибо. Пожалуйста. Извините за эмоциональность. Это хороший, конечно, вопрос. По такому нельзя. Я думаю, что мы все говорим о тотальном контроле власти гражданки Мокрисом. Поэтому держим связь. Рассказывайте о новых каких-то успехах, победах. И ждем инструкции от вас сегодня вечером. Спасибо. Спасибо. Все только начинается. Слава Украине. Спасибо. 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 Спасибо.